Записываю традиционное вступление для нашего нового влога В общем, ребята, я думаю, вы слышали, что замаячили новости насчет того, что собираются блокировать YouTube Это, конечно, печаль, потому что я эту платформу обожаю Хоть и отключили монетизацию, просто привык к интерфейсу, привык к тому, как там все устроено Аналитика в личном кабинете Но! Но! Обязательно переходите по ссылкам в описании Там есть и Lego, и Яндекс.Дзен Если вдруг закроют, вы хотя бы останетесь со мной и будете иметь возможность смотреть видосы Нет так нет Сейчас на телегу, я даже проверю, подписано, мне кажется, около 2000, но, наверное, чуть меньше Ну, 1800 человек В общем, эти ребята в первую очередь получают все новости, когда выйдут влоги Я туда публикую всякую фигню, которую никогда не публиковал в Инстаграме Хотя есть посты, которые и публиковал, но их очень мало Буду вести, там народ достаточно активно в комментариях Поэтому подписывайтесь Единственное, знаете, что мне не нравится истинно в Телеграме То, что когда загружаешь туда видос, там нет обложки, просто темный экран Это, конечно, выглядит сейчас не очень Но, надеюсь, в ближайшее время Дуров увидит, что большинство людей перешли к нему на платформу И сделают какие-то инструменты Потому что, говорю, вообще непрезентабельно сейчас все это Видела, да? Просто чернота Да, но это только на длинные видео Ну, влоги это длинные видео На короткие видео там есть заставка Да, но у меня файла, как правило, около 2 гигабайт То есть я еще, знаете, отдельно рендерю видос под Телегу Потому что там ограничение в 2 гига И я стараюсь выжать максимум Так, чтобы битрейт был максимальный И, собственно, он влез на платформу Поэтому смотрите видосы, где вам удобнее Но, говорю, как резервный канал Имейте в виду Потому что платформу могут, сами знаете, в России В один момент примут какой-нибудь закон И все 2-3 дня и пока YouTube Конечно, постарюсь, для меня это печаль Потому что личный кабинет YouTube для меня очень удобен В том же цене пока все очень слабенько Я, конечно, говорю там Каждые 2-3 дня появляются какие-то улучшения Но им, конечно, еще очень далеко Выгрузил я на Дзен только 3 видоса То есть все, что новое, мы записывали именно с Катей Все остальное, архивное, я туда заливать, наверное, не буду Может быть, может быть Единственное, я вот сейчас, наверное, подумал Кавказские видосы, где я с мамой ездил В принципе, тоже можно туда залить И более того, я их до сих пор и не выложил У меня еще 3-4 ролика лежит Но об этом я уже в каком-то излоге рассказывал Катя, ну можно тебе покажу? А то все только меня снимаешь Как у тебя настроение? Хорошее Видишь, в Москве солнышко Мне нравится, что солнце, да, я очень рада Я же рассказывал вам, да, что у Кати настроение напрямую зависит от погоды Ты рассказывал на каком-то из видосов, когда мы на Кавказ ездили Но мы их еще не выложили Да, но тогда во влоге в первую очередь узнаем Да, если есть солнышко, все, Катя, светится от счастья Но вы знаете, что когда паспорт, у меня настроение нет? Как бы это не так В большей степени влияние Когда солнце прям, у меня глаза загораются А вообще, знаете, что мы из машины опять записываем Едем к маме, встретимся, обнимемся, поцелуемся Съездим потом в онлайн трейд Мне надо сделать Что мне надо сделать? Мне ничего не надо сделать Мне надо просто забрать покупки Там еще машинка для убирания катышков Утюг Конечно, это очень интересно слушать Но тем не менее, рассказываю, как есть И подставка для монитора Я все думал, поменять свой стол, который дома, компьютерный Но Икея закрылась И, короче, мне неохота этим заниматься Андрей! А? Смотри, иди сюда Смотри сюда Хочешь посмотреть, как я буду выглядеть в старости? Да Туда иди вижу У меня, короче, от тоналки Смей, консилером плотно воспользовалась И у меня, из того, что я вот так вот убираю в морщинках Скатался тональник, видишь? Я как будто с морщинами Да, есть такая Вот так и живем Катя танцует, пляшет Ну и я начинаю плясать и танцую Я, кстати, сейчас, подожди Я все-таки вот эту тему хочу поднять То, что я там во влогах показывал, что я там пел, танцевал И люди говорят, что я несерьезный, деградант и прочее Говори главную фразу То, что Россия для грустных? Да, когда начинаешь веселиться, все, ты становишься странным, неадекватным, непонятным И когда человеку хорошо, другим становится плохо А когда тебе плохо, другим становится хорошо Кайфуют все Да, вот, к сожалению, так это работает Поэтому... Сейчас комментарии просто пушка Но все равно прилетает мне Ну да, да Видишь, у меня поведение такое неадекватное Есть немного, наверное Деградируешь Да На малолетство что-то тебя поперло Да Тут Катюха с таким вот интересным приколом на голове И все так зализано вот здесь Напоминаешь спортсменку Какая гимнастка Сейчас тебе покажу И у меня ощущение, что ты сейчас достанешь ленточку Вот это Обручки Вы что-то прыг reciprocal Под это Тру-ру-ру Тру-ру-ру Это да Образы прогичит Обручки Обручки Лучить на ноге Ну похоже же? Похоже? Похоже же Ну-ка, посмотри на меня ФАС 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 Посмотри Ну реально просто спортсменка номер но у меня нету давай туда прыгай где безопасно тут не очень много вес в коридоре можешь прыгнуть пару детстве занималась гимнастикой акробатикой танцы а сейчас херней туда что-то смешинка в рот попала все иди мойся попу мыть попу мыть как там каждый день ну ка спой ну полностью можешь ух ребята как же я доволен наконец-то поменял задние колодки для volvo нашел за 24 с половиной тысячи рублей цена конечно космос но что делать у меня там оставалось буквально три миллиметра впереди у нас еще поездка в брянск передние я уже поменял вот и не хотелось чтобы тормозные детки детки диски коцались потому что по цене они там вообще улетают запредельно помимо этого поменял масло масляный фильтр дворники поменял потому что они что-то мазать уже стали ну после трасс я думаю вы прекрасно понимаете песок фуры вот это все изматывает конечно и реагенты изматывают дворники да вроде бы все но есть ранее к официальному дилеру потому что блин я думаю объяснить не нужно там цены вообще космос и видимо буду в дальнейшем обслуживать и хрен с гарантией буду так ездить и подешевле делать что сейчас связи с кризисом вообще все взлетело просто пипец уже даже думаю где-то говорил во влоге буду брать мамину машину ездить на октавии в путешествие потому что это сильно дешевле получается на volvo только чисто по городу ну посмотрим катя у меня так сейчас монтирует влог вы конечно уже увидите его в момент когда я записываю потому что это просто так скажем лайф вот эти наши кавказские штуки все катя монтирует и у нее готов второй ролик там вроде что-то около получаса получилось сам еще не видел с собой и не брал чтобы она все дело смонтировала время потому что 6 часов часиков там 730 я уже буду заливать в публичное поле и что хотел еще сказать в целом как вы вообще у вас что происходит с тачками как вы офигели о цен на то сделали не сделали планируете в гаражах это все в дальнейшем делать напишите очень интересно потому что у меня много автовладельцев что думаете по этому поводу я вот говорю хрен с ним с гарантией потому что цена вообще не радует мне еще раз сказали то 4 пом 100 тысяч километров до у неофициалов уже стоит 170 тысяч рублей а сколько это будет у официалов стоит вообще не знаю то есть там меняют и колодки и ремень что-то еще там большой чек-лист надо все смотреть короче прикиньте да неофициал 170 тысяч при этом чувак говорит до вот этого всего кризиса стоило полтос вот так вот цены подскочили тем более марка так скажем не самая популярная volvo да и цены на запчасти и так были чуть дороже чем у базовых марок там типа он пола какой-то не знаю skoda octavia и прочее прочее и сейчас это конечно смотришь на цены более страдание приносит сейчас посмотрим читаем китик делай катя иди сюда покажу кое-что быстрей раз два два с половиной 2 и 75 иди сюда иди сюда ну иди покажу но серьезно смотри какие мы богаты 1269 рублей донат прислали видела сообщение классно спасибо большое ребята что поддерживаете 1350 рублей собрали в общем да я на самом деле не призываю никого прямо специально присылать на деньги но символически можете все равно отблагодарить все делаю бесплатно я потом катере куплю какой-нибудь подарок после того как соберу какой-то значимый сон ты что-нибудь хотела бы вот все равно интересно чуть такое прикольное дорогое я врат собирать буду год но тем не менее креветки из мако креветки из мака мать ты чё перепутал ты знаешь что никакой марта какой макдональдс какие креветки уже все закрыты я тебя спросил хотел бы чего прикольное такое утюг а утюг мы купили за 2 касса между прочим короче катя ничего не хочет ей ничего не надо ей правда ничего не надо но все равно буду копить может быть потом эта камера сломается я куплю когда он уже будет миллион рублей вот пожалуйста цель будем копить на стабилизатор для камеры а стоит а стоит он до хера а учитывая что сейчас курс ну сами знаете где давай зайдем на диджай посмотрим так я случайно диджай ронин который до версию называется дроны ска так специализированные а тут цен наверное нет не а мы сейчас на другой сайт зайдем вот диджай или вот увижу вот официальный дистрибьютор где тут а то только дрона будто бы ну видишь профессиональные промышленные информации популярные товары тут только дрона сейчас зайдем на вот этой диджай мск точка ру а ну вот ронин и да да ну пожалуйста диджай ну вот вот это 79 тысяч рублей две недели назад он стоил 46 тысяч рублей да когда нас рассмотрели 46 он стоил вот этот rs2 он стоил около 70 по моему 80 тысяч а спрос 131 ну короче екатерина николаевна копить нам не перекопить вот мы едем кататься катя берет еще больше то есть скоро мы будем реально холодильник покупать специально машину потому что при этом еще хочет заехать и перекусить бургер ну какая бургер кинге а я не уверен что они там есть окей все авто я хер знает а не знаю это мыть еще надо ехать в сторону мыть еще как лошадь не прокормить просто я кстати хотел записать сколько ты яичница съела это просто прикол ты такое ощущение что вилочку откусил и все сосисочки то все все осталось салатик время на из-за этого ты не наедаешься потом сладко меня тошнит я пытаюсь съесть немножко мне не получается хотя через мне кажется что я сыта света настолько что сейчас просто не вырвет и через 20 минут я короче реально нарежу кубиками морковку там огурцы помидоры просто слайцы не буду вот с собой пакетики носить и сахар да я уже говорил как лошадки и водичку да это просто прикол но я не знаю как заставить и есть полную порцию офигенно я ж показывал уже ой дай мне расческу то я после ванны вообще не расчесал и лохматая будут говорить что у тебя до 5-то лохматая 3 8 вот от деревяшку приучила меня к песням разум российским я русские песни то не слушал не раньше слушал на так по радио попадалось а сейчас репортуар на 99 процентов российский в общем почему-то цены были кинге в два раза мне кажется выросли конечно их не запоминала но мне почему-то кажется что за двойной вопер 350 рублей дороговато добрали здрасьте можно мне вольте хотя не помню какие были раньше цены как будто цены до поднялись или мне кажется цены как будто выросли или мне кажется просто я офигел этот а игру глючит меня или нет прям дорого стал да это из-за того что вот макдональд закрылся до небес подняли цены ничего себе спасибо спасибо большое значит не глючит нас два бокера за 100 рублей а сейчас 1 224 ни хера себе тут это знаешь прикол в чем когда отсутствует конкуренция начинают они офигевать мне кажется за эти деньги можно реально фарсы а сахар есть там все внутри да спасибо суши я единственную нашу давай поставить здесь хочу поесть нормально жестко они слушают бургеркинг все и да не для меня прошу мою королеву как крыса просто снизу да ты так же постоянно как я пою а почему как крыса ты запалила через пять секунд сразу чем ты думал вот этой стрункой внутри которую ушки держит ты не знаешь как язык переключить здесь нет так можно все лампа вот тебе надо уточнить про запрос вон выбирай вот эту первую выбирай почему ну при я тебе сейчас скажу что делать нажать все типа видишь лампа для сушки ногтей или какая есть 3 ватта для гейли лаков нет 6 845 рублей а че так дешево ребят да я тебе лампу за 5кс знаешь что внутри полторы тысячи сорок восемь ватт чем отличается на тоже лет ну там бренд какой-то классный вот то есть показать еще нужно что качество сушки это как влияет почему как бы ватт одинаково цена даже не в два раза вот она да в чем прикол ну может она ништяк ну да выглядит прикольно но чем отличается суши ну знаешь так можно и смотреть на машину mercedes и жигули 4 колеса капот сиденья руль окей может быть мощность тоже одинаково у какой приоры спорт и мерседес c-класса там сколько там 136 лошадей есть 80 ватт 72 совсем уже и что я просто хотела показать там мужик руку засунул эту лампу она у него еле поместилась на толстые сарды и кальпачки я хотела ее показать на у тебя не сарды витки зачем можно этим будут прозрачным кубать я когда ходила себе делала маникюр там сидел мужик на таком кресле большом и ему не знаю сколько рук там две или три женщины ему там масочку наложили на лицо маникюр делали педикюр тоже сидели пилили ему там и пятки и ногти ну я тоже ничего против не имею просто говорю что может эти тоже буду делать подойди сюда подошла а это это щетки по моему антифриз да а это я хотел стать показать то что я себе купил а это что расскажешь для стола белый для монитора вообще отлично этот компании он крон мне понравился легко собирается и в сочи мы купили утюг за 2000 рублей мне сам лампу сейчас я хочу ее посмотреть и вот эта штука офигенная просто для стрижки девчонок пускай и посмотрите возьмите это разве подожди надо просто в общем я когда-то с мамой брала похожую машинку выглядело например на также только чуть-чуть поменьше и стоил он получит подешевле ну примерно так же она такая хреновая была она вообще ничего не чистила как будто ничего не меняется вообще надежда это отлично это просто пушка на жужжит так прям мощно 1200 рублей если не ошибаюсь просто я не могу может быть вот эта модель gc я не знаю я хрен не пойму я когда искала в интернете не сложно найти на том единственная такая офигенно очищает прям вообще не нужно на одном не знаю сантиметре водить по тысячу раз просто один раз проводишь и все катышек нет вообще а вы не знаете у кати есть особенность если она загорелась и не остановить вообще никак практически не как мне нравится она маленькая у тебя бандура какая-то вообще нереально старый блочок да нормально выглядит а какая разница все равно в розетке слушай ну шикардос то что она такая маленькая я можно с собой брать все пушка ну чё рука у тебя помещается и нога поместится и блин слушай за такого размера это вообще супер кайф вот это твоя бандура я бы на хрен выкинула занимают просто она сушит плохо тебе говорю у меня гелар просом слезает прям отходит мне это не нравится а это будет классно тут есть 30 60 120 секунд блин дизайн какой-то мне нравится какая-то немецкая компания но я не знаю правда это или нет может быть в китае все равно делают больше ничего не надо блок питания устройства но ты пока не выкидывай вот это все надо ее включить чтобы удостовериться а потом уже тогда отзыв дашь просто знаешь делают иногда в таких лампах снимается нижняя часть там такая пластинка она снимается и лампа получается без дна я ничего не понимаю в этом смотри вот оно дно лампы видишь да все я ничего не разобрался все я тебе сейчас объясню чего ты такой нет послушай снимается дно и ставится на ногу чтобы можно было сделать вот а здесь она не снимается но сюда нога помещается так что все бомбой обучение бомбой не чеки пи бару знаешь я хочу рассказать я тебе об этом да про зрение кто-то спрашивал как у меня зрение спустя не помню уже времени прошло с операцией много все хорошо ничего не упало вижу также зорко ничего не болит каких-то ухудшений я не чувствую сейчас у нас март ближе к маю я пойду федоровскую больницу сделаю опять check-up глаз пойдешь там там просто те проверяют по разным показателям будем то выказать с тобой как слепошары ходить то что там сетчатку проверяют оказывается пока на сетчатку проверяете и капают такие капельки которые расширяются и ты эту ни хрена не видишь знаешь такие и будем с собой вопрос как кроты ходит ну часа на два на три эффект сохраняются надо на такси ехать ну тут может не проверять это просто check-up здоровье и зрение один из параметров там сама смотри мне просто каждый год на проверять но у меня ничего не болит вообще никаких ухудшений все отлично мне вообще не жалуюсь и первый раз жизни взял кофе бургер кинге нормально вроде ничем особо не отличается которая по цене вот интересно сколько я знаю заплатил нет у меня чека мы нет не сохранил прикинь если стоит рублей 200 раз бургер кинге кофе старбук закрыт куда-то ходить будешь ладно поехали я не понимаю как ты пережил эту операцию мне кажется я сейчас это жестко короче если я тебе покажу ты будешь реально материться это жесть это реально жесть самое главное что ты с открытыми глазами тебя не вырубают а самое страшное в этом все у меня рассказывал на видео когда у тебя вырубается зрение просто полностью и ты такой сидишь тебе доктор все говорит комментирует каждый там 10-15 секунд каждый шаг операции ну вот это когда у тебя просто полностью темно вообще полностью у меня сердце колотится это единственная операция которую делают на живу не могут тебе не седации не наркоз делать а какой обезболте и такого капают в глаза без болта на ноль и боль чувству как нет никакой абсолютно не было боли тебе анестезию местные для глаз делают но дело в том что у тебя должны быть подвижные мышцы ты должен строго держать глаза потому что если капают под седацию тебя расслабляются мышцы у тебя глаза падать начинают закрываются глаза а это недопустимо но право все наркоз я даже не говорю слушай ну там единственная говорю сам самая хреновая эффект первые несколько часов такая у меня света чувствительность было мне дома было полностью задернутыми шторами светло и они любая маленькая щелочка света у меня глаза текли просто как у суки просто я весь заплаканный был оставим все обратно из того что я поела креветок я не захотела тебе предупреждал мне говорили что почему овсяные хлопья стоят в холодильнике они стоят на самом деле вот здесь вот эта новая пачка а та которая стоит здесь по ходу по ходу это не я на самом деле по ходу это его твоя мама приезжала и поставила возможно я не помню на самом деле никогда холодильник не ставлю может просто забыла такое телефон искала там несколько часов на холодильнике был когда позвонили тоже так же и с хлопьями на может быть на самом деле я этого не делала специально мне не было такой мысли поставить хлопья в холодильник я не настолько на столько немного но не на сколько немного по твоим ощущениям из десяти ну на четверочку точно а я не спорю я да а